Слава Богу за всех вас! И я скажу, что что ты ожидаешь, то и получаешь. Настройся на то, что Бог здесь. Он хочет для тебя многого. Я пришел сюда, чтобы получить от Него, чтобы наполниться им, чтобы отдавать Ему. Аминь. Поэтому будьте внимательны. Тему, тем более, я приготовил одну из важных в нашем веке. Тема «Правильное питание христианина». Я просто в последнее время слышу много разговоров, много разных групп создается. Как сесть на диету, как скинуть какие-то калории, что делать там и так далее, и так далее, и так далее. Честно говоря, никогда не думал, что сам с этим столкнусь. Но как-то в очередной раз, одевая рубаху, чувствую маленькое. Жене говорю, что за порошки ты стала использовать? Садятся вещи, невозможно залезть. А один раз поехал в другую церковь вести собрание, взял с собой костюм, который давно не одевал. И представляете, приехал, а в машине ехал долго, так свободно, легко оделся в машине, футболку, джинсики. Когда одел костюм, чувствую, что мне же его не проносить час. Думаю, молюсь, лишь бы не было сквозняка, чтобы я не чихнул, чтобы ничего не разошлось. И чувствую, что тема важная. Но, если ты скажешь, что это не духовно, наберись терпения, побудь до конца, и чтобы сложилась целостность картины. Не часто, честно говоря, звучат такие темы. Последний раз, может быть, наш друг, наш гость Максим Максимов, 15 килограмм назад, когда приезжал к нам, он говорил, затрагивал такие темы. Итак, мы с вами самых первых стихов Библии откроем. В первой же главе Бытие, помните, когда Бог создал человека, сразу же было упоминание о пище. Не было так, что Бог создал человека, забыл про него на неделю, на месяц, потом смотрит, а где он бегает-то? Ой, так он уж не бегает, сидит худющий там под деревом, а питание-то я ему и не придумал. Бог все делает заблаговременно, все заранее, он обо всем заботится. И сразу же, после того, как, а может и перед тем, как он создал человека, он говорит в 29 стихе, «Трава и плоды деревьев будут вам в пищу». Такой был план у него для нас. И чего, что я такую тему взял как-то? Нормально? Да. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». То есть сначала мы были травоядными, вегетарианцами. И вот вчера как раз я спускался, нарвал травы для нашего домашнего питомца, для морской свинки у нас живет. Нарвал, дал, и она счастлива, она кушает. Вот точно так же, если бы Адам не согрешил, нарвал бы себе, принес бы домой, положил в тарелку, мы бы сели, помолились, поели. Прекрасно же, да? Не надо куда-то ходить. Ашан бы сразу обанкротился, и все остальные магазины. Но, к сожалению, период благодати, как мы видим, заканчивается. Он начинается, заканчивается. Это цикл. Мы видим это по своей жизни. Так ведь? И после грехопадения, уже в третьей главе книги Бытие, в девятнадцатом стихе, Бог говорит Адаму, «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Мы видим, что Бог поменял питание после грехопадения. Он много чего поменял. Ты будешь в поте лица, ты будешь трудиться, будешь ходить на работу, будешь работать до самой пенсии из-за того, что ты согрешил. И еще ты умрешь потом. Вот так вот будет. Но причем во всех переводах здесь написано именно хлеб. Когда я как-то общался с китайцами, они говорили, что в наших некоторых переводах написано, «Я есть рис жизни», потому что для них хлеб – это не основное питание. Я помню, залез в источники кое-какие, посмотрел, и все-таки в основных китайских Библиях тоже написано хлеб. Бог сделал нас так, чтобы мы питались хлебом. Даже очень много мест в Писании. Помните Аврааму возле Дубравы Мамре явились три мужа? Это в 18 главе книги Бытие. Мы с вами пойдем по порядку. Так, потихоньку. Будем наращивать темпы. В книге Бытие, в 18 главе, Аврааму явились три мужа. Он сидел в это время, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа шатер, поклонился им до земли и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». И он видит, что это гости непростые. И в пятом стихе он говорит, «А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, а потом уж пойдете в путь свой». Итак, первое, что он хотел, когда Бог приходит, не надо готовить пельмени варить или что-то еще. Авраам говорит, «Я приготовил самое важное, самое ценное». Как любая хозяйка, когда ей говорят, что будут гости, будут высокие гости, первым делом она, конечно, думает об основном, что я буду готовить. Так, может быть, барашка, может быть, утку в сметане или что-то еще. Основное какое-то блюдо. А уже потом думает о салатике, что-то там, десерты, может быть. Точно так же мы видим, что Авраам говорит, «Приготовь три саты муки». Жене своей говорит, это три пригоршни, им на троих, то есть не кушали много. Разведи их, и пусть они, и дай им покушать. Потом он говорил, что приготовят мясо и так далее, и так далее. И на самом деле, весь Ветхий Завет, я не буду все места Писания брать, пестрит, что основа питания, основа питания – это хлеб. вспомните Иосиф, Иосиф, которого продали в рабство. Интересные истории, я так более подробно рассуждал, именно в этом контексте, когда Иосиф дошел до заместителя фараона, до самого главного чиновника этой богатой страны. Помните, как приснился сон, Иосиф сказал, что надо делать, хотя и фараон говорит, семь лет изобилия будет, надо приготовить, приготовить в амбары все, что у нас будет, потому что потом будет семь лет голода, страшного голода, очень сурового голода, много людей погибнет. И фараон говорит, так будь этим управляющим, и подготовь все, как ты говоришь. Я удивляюсь, Иосифа же не учили этому нигде, он не заканчивал каких-то хозяйственных институтов, как управлять государством. Он сидел с папой, он даже на работу не выходил. Братья уходили, он им принесет питание и обратно придет с папой, сидит, общается. Но Бог дал ему необходимую мудрость. И если вспомнить подробно эту историю, дни изобилия прошли, начался голод, и пришел народ к Иосифу. Сначала к фараону, и говорят, дай нам хлеба, у нас голод. Фараон говорит, идите к Иосифу, с ним общайтесь, с ним разговаривайте. Иосиф говорит, а что у вас есть? Они говорят, серебро, у нас есть деньги. И он начал продавать обильно. Помните эту всю историю, да? Начал продавать зерно. Казалось бы, что важнее в нашем мире, зерно или деньги? Как вы думаете? Ну вот если вам предложили, например, мешок денег или мешок зерна, что тут думать-то? Не надо думать. Берешь мешок денег, потому что на них можно все купить, так ведь? Но, если прижмет, так скажем, если ты оказался на необитаемом острове, и у одного из них деньги, два человека, например, а у другого хлеб, то, конечно, с деньгами ты никуда не пойдешь. Ты все отдашь ради куска хлеба. И мы видим, голодные периоды какие-то в нашей жизни были, когда ради куска хлеба все отдашь. И точно так же было в той стране. Отдали серебро и понесли все, что было, все накопления, все драгоценности, все, что было у людей, все понесли к Иосифу. Все это продолжалось бы, но, к сожалению, серебро закончилось. Закончилось. Что было дальше? Кто помнит? Точно, скот продавали. Тоже странная немного ситуация. Скот – это что такое? Это же и мясо, и фаршик, и котлетки, да? Все-все-все необходимое, казалось бы. Зачем? Зачем это все продавать, если этим можно питаться? Вроде странный вопрос. Не задумывались? У людей много скота, разного скота, но они голодают. И это парадокс. Они голодают. Почему? Потому что Бог не создал человека мясоедом, ему тяжело, ему трудно все время питаться мясом. Помните, когда народ израильский шел по пустыне и спросили у Бога, может дать нам мясо, сколько можно уже эту манну кушать? Бог говорит, хорошо, если хотите, дам вам мясо. И перепела повалились прямо с неба, заполнив все большим слоем. Пожалуйста, питайтесь, ешьте это мясо. Бог говорит, пока оно не пойдет у вас из ноздрей, из ушей, отовсюду, потому что невозможно. Ну, съел кусочек, съел другое, все, ты уже не можешь. Человек создан так, что питается хлебом. Я как-то брал у одного своего товарища машину иногда по работе ездить. Так получалось. Она у него ездила на солярке, на дизельном топливе. И, ну, периодически подходил, брал по каким-то делам, ездил, обратно привозил. И вот, он, значит, эту машину продал в какой-то момент, купил точно такую же, такую же, только на бензине. Одно отличие, на бензине. И в очередной раз я как-то подхожу к нему, говорю, мне надо съездить. Могу я съездить? Он говорит, да, конечно, только там бак пустой. Заполнили. Я говорю, ладно, хорошо. Ну, уехал, значит, приехал. Через какое-то время он сидит, чай пьет. Я говорю, как ты только заправляешь свою машину? Я говорю, как тракторист какой-то, как танкист, все солярой пахнет. А машина-то ездила на бензине. И он так сидел, когда до него дошло, он аж чай выплеснул. Как солярой? Ты что туда залил? Ну, есть, к сожалению, у меня такая черта, так поддеть, пошутить, может быть. Я говорю, да ладно, не переживай, на бензине. Но я представляю, почему он так распереживался. Потому что это все, смерть в машине. Все, кто занимается этим, знают. Все, там надо разбирать двигатель полностью. Это выйдет столько, ой-ой-ой. Если производитель сделал так, что машина ездит на бензине, то мы ни разу не видели, что кто-то туда дрова кидает, так на заправке. Думаю, дай сэкономлю щепочки, уголь может быть, что-то еще, чипсы туда. Нет, ведь никто не видел. Так задумано. Точно так же Бог задумал нас, чтобы мы питались правильно, питались хлебом. Когда закончился скот у людей, все, нет скота, все продали. Я не знаю, куда это все он делал, конечно. Иосиф, может быть, замариновал, прокрутил фарш, куда-то убрал, заморозил, не знаю, столько скота, представьте, по всей стране. Но он закончился. А зерно еще было. У Иосифа была мудрость все это сохранить. Опять народ пошел к нему, повалил. Не дай нам сгинуть с голоду. Что нам делать? А что у вас еще есть? У нас есть земли. Земли? Давайте будем переписывать ваши земли. И пошел опять процесс. Люди пошли со свидетельствами о регистрации права собственности. Начали переписывать земли свои. Ведь тоже странная ситуация, когда есть земля. У кого-то есть огороды? Сады? Там же все растет. Если у тебя земля есть, она дает урожай. Правильно? Пойдешь морковки поешь, ягод поешь, что-то еще. А у кого-то есть поля собственные, засеянные пшеницей. Ну ничего, будут. Но земля дает урожай. Но в тот год и в следующий год не было урожая. И была странная ситуация, когда ты станок, который печатает деньги, продаешь за деньги. Так ведь? Но это странно. Землю, которая дает урожай, меняешь на урожай, это странно. Но люди не хотели терпеть, люди не хотели ждать, они хотели есть. Они хотели есть, это была критическая ситуация. И они пошли, пошли к Иосифу и стали менять, стали переписывать земли. Когда земли закончились, они отдали себя в рабы. Говорят, только дай нам хлеб, есть хлеба. Только дай нам и детям нашим есть хлеба. Вот такая ситуация. Об этом говорит Писание. Все это можно посмотреть. Вспомните Моисей, когда вел народ израильский из Египта по пустыне. Там не растут деревья, там только мираж впереди, не растут кустарники, ничего нет. Но тем не менее, 40 лет они шли. Бог их чем-то питал. Чем их питал? Манной небесной. Бог говорит, я позабочусь о вас. И заметьте, что питание не было разнообразным. Кто-то читал, может быть, что Бог накрыл стол, там столько всего, по утрам йогурты. Нет. Манна небесная. Вот это зерно, малое зерно, но в нем были все необходимые витамины, минералы, все вещества, которые нужны для человека, для детей, для маленьких, для пожилых людей. Бог позаботился, сконцентрировав все необходимое в малом зерне. Манна – это когда люди однажды проснулись утром, увидели, что-то высыпало небесно-жемчужное на землю и покрыло, как иней, всю землю вокруг. Они говорили друг другу, манне, манне, это, что это такое, это как бы вопрос. И Бог питал каждый день. Ее можно было готовить, делать из нее лепешки с Илеем. Ночью выпадала роса, и люди собирали ровно по гамору, это примерно 2,2 литра. Потом она исчезала, солнце сходило, и как роса исчезала от лучей солнца, точно так же исчезала манна. Первое время люди, конечно, набирали много, боясь, что наступит голод. Набирали много, хотя Моисей говорил, не надо, не набирайте много, не запасайтесь многим, завтра еще будет. Бог позаботится, доверьтесь Ему. Люди не послушались, собрали много, скопили у себя в шатрах, но эта еда засмердела, завелись черви, было зловоние. Моисей говорит, слушайте Бога, собирайте, и только в один день не собирали, в субботу, а собирали в пятницу заранее двойную порцию. И так они жили 40 лет, 40 лет, и ни у кого не выпадывали зубы от того, что не хватало витаминов, ни у кого не было каких-то болезней, связанных с обменом веществ. Но каждый день Израиль привык собирать зерно, собирать эту манну, потому что на следующий день была новая манна, новая. Помните, когда Иисус говорил ученикам, и они спросили, научи нас молиться, Он говорил, хлеб насущный, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Сейчас нет такого, да? Сейчас поехал в магазин, там некоторый хлеб, я смотрю, срок годности год, я не знаю, что это за хлеб и что там такое напичкано, но раньше такого не было, все было натуральное, там были натуральные масла, и на следующий день он уже прогорк, он уже был горький, и поэтому учи нас молиться, хлеб насущный, подавай на каждый день. И каждое утро в израильских домах хозяйки пекли хлеб, они сначала мололи зерно, замешивали воду на воде, муку на воде, добавляли туда закваску, добавляли соль и выпекали на горячих камнях. Такая процедура была каждый день у хозяек в Израиле. Иногда для улучшения вкуса добавляли немножко масла. Мне об этом легко говорить, потому что я учился в техникуме пищевой промышленности 4 года, и это как раз мой конек, так скажем, проходил практику на хлебозаводах. Когда родители советовали мне куда поступить, говорят, вот иди в пищевой техникум, всегда будешь при пище, во-первых, во-вторых, поступать туда было не так сложно, успешно сдавшие паспорт и 4 фотографии, все зачислялись. И знаете, честно говоря, было интересно, вот сам процесс, когда я в это вошел, было очень интересно, когда хлеб печется в масштабах города, большими партиями, он идет горячий, такой вкусный, как делается подсолнечное масло, знаете, да? Я думаю, интересно, как в промышленных масштабах можно почистить семечки вот эти подсолнечника. Думаю, может быть, сидят бабушки рядами, например, добровольцы и так лузгают их, вот собирают семечки. Нет, представляете, оказывается, семена идут по ленте, попадают в машину, которая называется семенарушка. Не мышка-нарушка, а семенарушка, то есть она рушит целостность зерна. Рушит, немножко как бы как надкусывает. Они падают под собственным весом, попадают в аппарат, который называется семеновейка. И когда они падают, сбоку идет поток воздуха. И то есть поток воздуха ровно делает так, что шелуха убирается, а само ядро падает вниз. Очень интересно. Когда я смотрел на все эти процессы, знаете, это потрясающе. Итак, чтобы не отвлекаться, Библия на самом деле дает ответы нам на все вопросы. И мы говорили о том, как было раньше, а как же сейчас? Я просто смотрю, многие люди просто отказываются от хлеба, говорят, и мы мучное не едим, мы это не едим, это нам не надо. Скажу честно, зря вы это делаете. Еще раньше в советское время, помню, когда где-нибудь стоял в очереди в столовую, рассматривал всякие плакаты, помню, в каждом месте питания висела пирамида питания. Давайте посмотрим. то есть основной пласт нашего организма составляют крупы, зерно. Другое дело, что сейчас муку выбеливают, конечно, но тем не менее можно найти натуральное зерно и все это приобрести. Немножко овощей, фруктов, ягод, бобы, молоко, сыры и только немножко десертов. Вот такая была пирамида питания. Поэтому если взять эту пирамиду и перевернуть наоборот на острую часть, на вершину, что с ней будет? Она просто завалится, так ведь она не будет устойчивая. Точно так же и с нашим организмом. Но мы с вами говорим о духовных вещах, о духовных вещах, хотя Бог дает ответы на все вопросы в Библии. Все, что хочешь, можешь найти любой ответ. Помните ученики Иисуса, когда шли засеянными полями, они проголодались, как некоторые говорят, это самый первый фастфуд был, когда они брали колосья, мяли в руках шелуху, выбрасывали и ели зерна. и тем самым они питались. Давайте откроем с вами Иоанна, Евангелие от Иоанна шестую главу. Это будет основное наше место. Иисус здесь говорит в 26 стихе, В 26 стихе Иисус здесь говорит, Истина, истина, говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. Бог говорит здесь о двух категориях, о пище тленной и о пище нетленной. Он говорит, вы заботитесь о том, о чем питаться, вы заботитесь о своей фигуре сейчас, вы заботитесь о диетах, вы заботитесь о продуктах в холодильнике. Он говорит, но есть более ценное, более важное, что я приготовил для вас. Старайтесь не о пище тленной. Это понятно, об этом я позабочусь. Об этом я позабочусь. Бог дает нам две категории, а у нас часто получается все наоборот. Бог говорит, а вы позаботьтесь о пище духовной, чтобы питаться духовно. Знаете, когда я смотрел на эту пирамиду, не надо показывать, и я думал, если с духовной точки зрения, кто-то помещает Бога, может быть, в вершинку, ну так, по остаточному принципу, потом, может быть, где-то, я подумаю о нем, порассуждаю, когда время будет, может быть, воскресенье, воскресенье, буду думать, если на семь частей разделить, вот одна, седьмая часть, кто-то ставит более в основании, в другое место, но на самом деле, вся наша жизнь должна быть пропитана Иисусом Христом, и на этом фоне уже все остальное, на этом фоне все остальное, все должно быть заполнено Богом, все, полностью, Иисус и раньше, и сейчас, и потом будет обращаться к людям, я удовлетворю все ваши потребности физически, в еде, не переживайте, итак, Христос говорит, дальше в этой же главе читаем, итак, сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, естественно, люди задались вопросом, а что делать, Иисус говорит, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал, веруйте, на это сказали Ему, какое знамение Ты дашь нам, чтобы увидели и поверили Тебе, отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть, Иисус говорит им, истинно, истинно, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Небесный Мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру, вот, питание мира, вот, о чем мы говорим, и я эту первую часть начал только для того, что для кого-то хлеб это не питание, просто не едят, и когда Иисус говорит, я есмь хлеб, то для кого-то, к сожалению, это уже пустые слова, но на самом деле, Бог говорит здесь об основной пище, об основном духовном питании, на это сказали Ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб, Иисус сказал им, 35 стих, это основной стих нашей проповеди, нашей жизни, я есмь хлеб жизни, и приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда, никогда, но Я сказал вам, что вы и видели Меня и не веруете, все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон. 40 стих, воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день, Я воскрешу Его в последний день. 48 стих, я есмь хлеб жизни, Он снова и снова повторяет им, я есмь хлеб жизни, питайтесь Мною, подчиняйтесь Мне. Об этом говорил, говорит Бог, об этом Он говорил ученикам Своим, об этом Он говорил апостолам, об этом Он говорит нам. Если вы не научитесь питаться Мною, то вы погибнете, это основное. И Иисус дает нам семь утверждений. Помните, я есмь дверь, я есмь виноградная лоза, но первое, самое важное, самое основное, Он говорит, я есмь хлеб жизни, питайтесь Мною, думайте обо Мне, помышляйте обо Мне, каждый, каждый день. И вспоминая, может быть, картину детства, я помню раньше, когда маленький, бегаешь во дворе, гуляешь, мама из окна выглядывает, говорит, Дима, сходи за хлебом. И так вот неохота куда-то бежать, во-первых, а во-вторых, а во-вторых, понимаешь, какая там очередища, и нет ничего более нудного, чем стоять там, стоять и ждать, и очередь, она нескончаемая, окажется, там все умерли уже в начале, все ребята играют, но тем не менее, ты послушно идешь, забегаешь домой, берешь вот такую авоську, помнит кто-то, может, такую? Она маленькая, можно убрать, свернуть. Почему она так называется? Знаете, не всегда ты сможешь купить то, что хочешь, авось купишь, авось, не судьба. И ты идешь именно в тот магазин, в который тебя отправляют. Не было так вот, когда мы с детьми общаемся, они говорят, как в смысле, за хлебом пошел, но еще там, молока купить, нет, если ты идешь за хлебом, ты идешь в хлебный, правильно, и стоишь там в очереди, и покупаешь только хлеб, и больше ничего, ничего, жвачку на сдачу, нет, это мечта нашего детства, о которой мы даже не думали. Идешь в молочный, молоко, и вот стоишь в этой очереди, стоишь, ждешь, доходит очередь, достаешь 20 копеек, просишь булку хлеба, верешь его, он пахнет, так вкусно. Думаешь, положить его, или сразу съесть, или начать, заругают, кладешь, и вот так идешь, и идешь домой. Это обычная картина нашего детства, да ведь? Кто помнит? 50 на 50. Так вот, зачем я все это иллюстрирую? Знаете, сейчас такой век никогда не было столько богословов, столько профессоров богословия, как в нашем веке. Никогда не было. Люди разбирают Евангелие по полочкам, целые институты теологии разбирают. Точно так же можно взять зерно, посмотреть под микроскопом, разобрать его, сколько там клетчатки, сколько там белка, сколько там сахарозы, сколько каких веществ, а можно просто брать и питаться им. И точно так же некоторые христиане несут Христа вот так в сетке. Он вроде рядом, он благоухает, ты его видишь, ты понимаешь, что можешь питаться им, но ты этого не делаешь. А он призывно так благоухает, возьми, съешь меня, напитайся мною. Понимаете, о чем я говорю? Иисус точно так же говорил и ученикам, я есмь хлеб жизни, я, питайтесь мною, насыщайтесь мною. Причем в этом месте он говорил не о вечере, он говорил именно о нашей жизни, о наших делах, о наших мыслях, о наших поступках, о наших приоритетах, о всем нашем существе. Питайтесь мною. Это единственное, что может нас спастись. Отцы ели манную в пустыне, но они погибли, они умерли, их нет сейчас. Так вот, я даю вам жизнь вечную. И наша с вами задача, говорит Иисус, протянуть руку свою, отломать от источника, питаться. и когда ты его употребляешь внутрь, он становится неотделимой частью, он дает силы, дает энергию, дает все необходимое для духовной жизни. Аминь. А можно пустить по рядам свежий, горячий, горячий хлеб, вкусно. И понимаете, приведу пример, тоже вспомню из детства. Это сейчас, знаете, домой приходишь, дома яблоки, слива, груши, и так еще не едят, пока не помоешь, например, лежат и лежат себе. Раньше не было такое в детстве. Раньше все играли в игру саранча. Если что-то дома появлялось, нет этого, нет еще. И я помню, старались как-то витаминов запастись, денег было мало, платили за кооператив там. и помню, в какой-то момент осенью, когда объявляли по радио, что сбор моркови закончился в совхозных полях, и все желающие могут приехать и собирать там все, что осталось. И помню, отец брал рюкзак, уезжал и привозил полный рюкзак моркови. Вот были наши витамины. И мы ее ели во всяком виде, натертую, так грызли, со сметаной, где-то там яблочко с яблочком, где-то еще. Охота витаминов. А кроме моркови ничего нет. И ты ее ешь, и ешь, и ешь. Ешь, а уже снежок так выпадает. И помню, вышел как-то на улицу и на фоне снега мне друзья говорят, что у тебя лицо-то желтое такое. Лицо, руки, ноги, все было желтое, помню, в какой-то момент. Мне даже учительница говорит, тебе надо провериться, сходить печень проверить, что-то, мне кажется, не то у тебя. А у меня было все то. Я просто ел морковку целыми днями в течение недели, двух, пока она не заканчивалась. Она просто не заканчивалась. И когда ты питаешься ей, ее видно, она выходит через тебя. Цвет другой у тебя. Там не надо говорить, чем ты питаешься. Дай отгадай, яблоками или морковкой. Там все понятно. Там все понятно. Если ты потребляешь, все это выходит. И наоборот, если, например, еду я в лифте как-то, понедельник, утро, еду в лифте, садится человек, такой мужчина в костюме, в очень классном, дорогом костюме, белая рубашка, манишки торчат, кожаный пиджак, прическа. Все супер. Но мы едем в лифте вдвоем, едем достаточно долго. И я чувствую, вот этот запах перегара вообще невозможно. Просто, и так думаю, можно одеться хоть как. Но если ты все выходные или всю неделю, или там всю жизнь потребляешь, то как бы ты не прихорашивался, как бы ты не одевал какие костюмы от Армани, рубашки, от Кельвина Кляйна и еще от других, от других, ребят. Видно, видно, чем ты живешь, видно, чем ты питаешься, видно, чем ты дышишь. Все видно, все видно по тебе. И поэтому, вы знаете, можно одевать маску, можно закрывать шторы, можно напускать на себя вид благочестия, но чем ты питаешься, это видно. Это из твоих глаз, из поступков, из всего. Чем ты живешь, чем дышишь. Помню, работал в одной фирме по продаже кормов для собак и кошек. И менеджер, который ну как бы давал информацию, потому что прежде чем продавать, ты должен знать всю информацию об этом, все. И он, я смотрю, так много с упоением, все рассказывает. И я же прямо не выдержал. Говорю, вы может сами на обед питаетесь, раз взяли педигрии, там намазали на хлеб. Я думал, что я как бы пошутил. На самом деле нет. Он говорит, конечно, конечно, вот наш корм настолько качественный, говорит, что если ты положил для кошки, например, в тарелку и подполз несмышленый ребенок на коленках и случайно поел его, то он не просто не отравится, а наоборот, он поправит свое здоровье, он получит необходимые витамины, вещества и все, все, что нужно ему для жизни. И я смотрю, этот человек просто посвящен этому, посвящен. И это хорошо, когда ты занимаешься любимым делом и посвящен. Но Бог говорит, это не просто наше любимое дело, это не наша работа, это не наше хобби, а это наша жизнь, это наша жизнь. И Он говорит, будьте посвященными, питайтесь, и причем каждый день, потому что на следующий день это уже все загниет, это не будет иметь результата, все засмердит. Не думай, что однажды, прочитав Библию, однажды помолившись, однажды сходив в церковь, ты уже герой веры, ты уже попадешь на небо. Нет, к сожалению, я сейчас смотрю на некоторых наших бывших прихожан, к сожалению. Страшное дело. мы будем, давайте, держаться друг за друга и за Господа в первую очередь. Держаться друг за друга и за Господа. Если ты видишь, что кто-то остывает, кто-то несет несуразную чушь, кто-то уже говорит о Боге плохо и так далее, подойди, помолись, поддержи, обрати особое внимание. Будем идти за Господа. Аминь. Второе Петра, первая глава, третий стих. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. нам все даровано, все потребное для жизни и благочестия через познание Его. Через познание Его. А познавать мы можем только вкушая, вкушая Его. Можно объяснить, разобрать по полочкам, по комментариям любую главу Библии, так ведь? Но как ты объяснишь Его любовь? Точно так же можно объяснить поцелуй, какой-нибудь формулировкой соприкосновения поверхностной роговичной части тела с частью другого тела. Но как объяснить чувства, которые при этом возникают? Это надо только пропустить через себя. Так ведь? Ты никак не объяснишь, что такое любовь, ты никак не объяснишь, что такое божественное пришествие. Когда Бог посетил тебя, когда Бог пришел к тебе, когда Бог наполняет тебя, ты просто наслаждаешься и все. Ты не можешь это передать. Никак. Никак. И поэтому Иисус и говорит, я есть хлеб жизни. Это величайшие слова. Величайшие слова Господа. Питайтесь, наслаждайтесь, насыщайтесь мной, говорит Христос. Будьте со мной, я буду во мне, я буду в вас, пребуду в вас. И мы пребываем в Боге. Он этого хотел. Он хотел единства, единения. Он хотел быть внутри нас, жить внутри нас, пребывать внутри нас каждый день. Каждый день не урывками, не обрывками, не так, не кусочничать. Каждый день полноценно насыщать нашу духовную жизнь. Она короткая, она проходит. Никогда я не думал, что она короткая. Когда я смотрел раньше на сорокалетних, думал, эти деды еще что-то дышат. Когда я смотрю сейчас на себя прошлого, на себя настоящего, я понимаю, что все быстро пройдет. Быстро пройдет. это коснется каждого. Но хочется предстать пред Богом. Насытившись днями, как Авраам. Написано, он насытился днями, потому что он насыщался Богом. Если ты насыщаешься Богом, то и дни дают тебе сытость, дают тебе полноценность жизни, полноту жизни дает Евангелие, дает Бог, дает Христос. помышляй об этом, думай об этом, молись об этом. И Бог благословит. Аминь. Давайте будем молиться, будем искать Его лица, искать Его святого присутствия. Давайте встанем, друзья. я прочитаю еще раз эти слова. Истинно, истинно говорю вам, вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились, но старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Дорогой Господь, мы поклоняемся Тебе, прославляем и возвеличиваем Тебя. Господь, мы нуждаемся в Тебе каждый день, каждый день мы хотим искать Тебя, собирать на рассвете Слово Твое, и питаться им, размышлять о Тебе, чтобы никакая суета этого мира, этой жизни, каких-то обстоятельств не овладела нами. Боже, с раннего утра искать Тебя и находить Тебя, погружаться в Слово Твое, пребывать в Тебе, в Твоем присутствии, мы нуждаемся, нуждаемся в этом, Господь, мы нуждаемся в этом, хотим быть с Тобою. Благослови, Господь, каждого, кто ищет Тебя. Благослови нас всех, благослови, Господь, чтобы никто не отпал от веры, чтобы не остыло ничего сердца для Тебя, Господь. Сколько нам отпущено, мы будем славить, возвеличивать Тебя, все вместе прославлять Тебя, ходить в церковь, ободрять друг друга, благословлять друг друга. Господь, чтобы Твоя любовь изливалась через наши сердца. Мы желаем, мы хотим, мы любим. Великий Святой Господь, слава Тебе, хвала Тебе, по веки вечные. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok